Будущее нашего производства это заводы, где умное оборудование при минимальном участии человека быстро производит разнообразную продукцию. Умное производство самостоятельно адаптируется под внешние условия и оптимальным образом обеспечивает рыночный спрос. Такие заводы уже работают в различных странах, например, Фанук, заводы Филлипс или Харли Дэвидсон. Имеется ли такое производство сегодня в России? Специально для конференции мы решили найти такие предприятия и нашли. Но для этого нам пришлось вернуться на 30 лет назад, в 1987 год. Хотите посмотреть такой завод? Тогда назад в будущее. Начало 80-х годов прошлого века. Правительство СССР принимает решение о производстве новых автомобилей ЗИЛ с дизельным двигателем. Однако из филиалов ЗИЛа, Смоленскому автоагрегатному заводу, ставится задача производства коробок передач для новых дизельных автомобилей. Для этой цели на заводе строится новый корпус и предприятие оснащается на тот момент самым современным оборудованием. Для производства корпусных деталей коробок передач приобретаются станки с ЧПУ и две гибкие производственные системы ГПС. С помощью таких систем все процессы изготовления сложных агрегатов, таких, например, как коробка передач, увязываются в единый технологический цикл. И это казалось чудом техники 80-х годов. Для нас это не было чудом, потому что мы в том времени уже работали на станках ЧПУ достаточно продолжительное время. И появление ГПС было просто шагом технического прогресса. Мы воспринимали это как просто движение вперед. Что же такое ГПС тех времен? ГПС это прежде всего станки, которые могут работать по управляющим программам. Дальше это система транспортировки заготовок перед обработкой и после обработки, для чего используется так называемый полетный робот. Дальше это робот инструментальный, который позволяет, опять же, без участия человека установить инструмент, тот, который необходим. Интерфейсы были простые. Не было Ethernet, не было компьютера в нынешнем понимании. Но все работало. Интерфейс был RS-232. С точки зрения инженера это все достаточно просто и, я бы даже сказал, примитивно. Значит, все это ограждено. Человек туда почти что не заходит. Но в чем роль работников? Это налаживать работу для того, чтобы новые изделия выходили, новые операции. И подготавливать, если надо, смену инструмента, для чего используют также элементы этой системы, измерительная система ЦУЛЕР. Но, естественно, что все это без участия человека могло работать только в одном случае, если вверху стоит ЭВМ. И такая ЭВМ была. Правда, по нынешним временам она довольно-таки не очень впечатляет себя. Это всего лишь на 16-разрядный процессор на двух платах. Но основные задачи по обеспечению работы с высокой эффективностью она обеспечивала. Как происходила работа системы? Наладчик вводят в систему сперфоленты, управляющие программы для станков с ЧПУ, которые затем автоматически загружаются в указанные наладчиком станки. Инструмент замеряется наладчиком на устройстве ЗОЛЕР. Устанавливается на месте загрузки, откуда робот везет его на нужный станок или на склад инструмента. А данные на инструмент автоматически передаются на станок. В процессе работы система ЧПУ станка определяет время, когда инструмент изношен или поломан при помощи тензодатчиков в шпинделе. Инструментальный робот привозит на станок со склада инструментов новый инструмент, забирает изношенный и отвозит на разгрузочное место. Грузчик устанавливает на палету заготовку, нажимает кнопку, подъезжает палетный робот, забирает палету с заготовкой и отвозит на нужный станок. Станок выполняет заданную технологическую операцию. Идет команда роботу, который забирает палету с деталью со станка, везет на другой станок для выполнения другой техоперации или на склад, если станок занят. Если требуется помыть деталь, то робот сначала везет ее на моечную машину. После выполнения последней техоперации робот привозит деталь на место разгрузки, где грузчик ее снимает и устанавливает новую заготовку. Контроль размеров деталей выполняется на станке при помощи измерительной системы Ренишоу. Ренишоу производительность системы достигалась в том числе за счет того, что в системе выполнялась автоматическая смена деталей, автоматическая смена инструмента. Система в автоматическом режиме замеряла размеры деталей. Мы можем говорить о таких свойствах данного оборудования, как децентрализованный интеллект и децентрализованное управление. Что это такое? Это когда система управления оборудованием сама решает, что и дальше делать. Например, куда везти заготовку после выполнения той или иной технологической операции, везти ее на склад, везти ее на станок или на место загрузки или выгрузки. Оборудование решает о замене инструмента, о том, деталь соответствует размерам или не соответствует размерам. В системе были исключены простои по вине рабочих. Фактически линии останавливались только при поломке. И то при поломке одного из станков продолжали работы другие, и система автоматически могла передавать, выполнять ту или иную технологическую операцию с одного станка на другой. И в это время происходил ремонт или наладка следующего станка. Сколько бы мы ни старались, покупая новую технику, оснащая какими-то системами автоматизации, человек все-таки вольно-невольно вносит какое-то такое замедляющее воздействие. И понимая это, разработчики гибких производственных систем, они уже в далекие годы сумели ряд вот этих вот факторов свести до нуля. О чем я говорю? О вспомогательных операциях. То есть, когда, например, нужно заменить инструмент, когда нужно поменять детали на станке, принять решение о том, где осуществлять следующую операцию. Уже тогда система, работающая на микро-ЭВМ, она позволяла без человека обходиться. Более того, эта система была ограждена контуром, и попытка человека войти туда сразу приостанавливала работу. То есть он не мог даже вольно-невольно там как-то повлиять на всю производительность. Система работает, роботы перемещаются, выходят в позицию с высокой точностью, что для меня это кажется удивительным. С точностью до 1,1 мм. Вот уже 30 лет это происходит. Я думаю, что при соответствующем техническом обслуживании система может работать еще достаточно долго, может работать в три смены, как она и работала. При обслуживании этих восьми станков всего двумя людьми, наладчиком и оператором. Вот и все. Работа в три смены и без выходных. Примерно то же самое, что мы видим на предприятиях Фанук сегодня. Но это 1987 год. Россия, Смоленск, автоагрегатный завод, обычный завод, который не являлся флагманом машиностроения. Локальные примеры успешного внедрения цифрового производства были и есть. И цель промышленной конференции 4.0 ускорить переход предприятий к цифровому производству. Если это было возможно 30 лет назад, то сегодня есть все основания вывести Россию на лидирующие позиции цифрового производства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова